Встань и иди! Белорусские инженеры разработали свою модель коленного сустава. Цветановый гораздо хуже поддаётся той же полировке. Покажем, как проходит операция по установке эндопротеза. Но на операции должно находиться как минимум три типоразмера эндопротеза. И стоит ли соглашаться на подобную операцию? Я уже не могла самостоятельно ходить ни в магазин, ни куда-либо на улицу. Почти 10 лет инженеры технического университета совместно с медиками работали над коленным суставом. Разрабатывали свой эндопротез. На сегодня в мире их около 400 модификаций. И каждый день модель совершенствуется. Брать старое не было смысла. Дело в том, что так или иначе, разные эндопротезы различных фирм-производителей, они между собой очень похожи, так как они повторяют нормальную анатомию сустава. Каждый производитель, он на фоне того, что есть какие-то определенные изменения в моделях, пытаются что-то изобрести своё. Первый вопрос – материал. После долгих споров остановились на кобальт-хроме. Он прочный и хорошо поддаётся шлифовке. Поверхность должна быть зеркально-гладкой. Это снизит трение в конструкции. Цитановый гораздо хуже поддаётся той же полировке, чем данный сустав. Поэтому мы, скажем, по качеству коленного сустава имеем лучшие успехи в полировке, чем любые зарубежные аналоги. Павел, с чего вот начинается производство? Значит, на первом этапе мы получаем литые заготовки. Из кобальт-хромолиденового сплава для тиморального компонента или бедренного и большеберцового или тибиальных компонента. Прежде чем начать производство, возник вопрос, где взять достойную заготовку под сустав. Компаний-производителей в мире много, но как оказалось на практике, не все подошли по качеству. Мы работали и с немецкими заготовками, и с французскими заготовками, и с российскими заготовками. Был случай, когда немецкие заготовки на стадии разработки приходили с 50-процентным браком. На этом участке будущий эндопротез проходит черновую обработку. Заготовка далее идет на шлифовку. Это самая важная часть проекта. Расскажите про этот автомат, если можно его так назвать. На данной установке мы осуществляем три операции. Первая операция идет... Такие крышечки. Шлифовка. Можно это рукой взять? Да, да. Это можно. Вот такой вот камушек, да, получили? Да. Это керамика. Это первая часть операции шлифовки. Дальше производится уже... Здесь покрупнее. ...приближенная к чистовой операции. Это тоже еще шлифовка, но в полимерном... ...с полимерным материалом. Для них такой форме конуса должно быть, да? Да. Могут быть разные. Мы используем такие. Павел Лущик – один из разработчиков белорусского эндопротеза. Просит некоторые этапы производства не снимать. Опасается промышленного шпионажа. Так как во всем мире принято сейчас самый тренд производить изделия коленного сустава из кобальт-хромолебдонного сплава, то по массе и, в принципе, по виду они все очень схожи между собой. У каждого есть какое-то отличие по конструкции, и каждый придумывает свое ноу-хау. Только это. А по массе все будут одинаковы. Сухая полировка длится около пяти часов. Затем изделие уходит на контроль качества. Делают это при помощи измерительной машины и томографа. Мы проводим выборочный контроль внутреннее состояние каждого компонента. И поставщик проводит стопроцентный контроль каждого компонента на рентгене. То есть каждый приходит со своей флюорографией? Со своим рентгеновским снимком? Со стопроцентной флюорографией. А мы, можно сказать, делаем 120-процентную. А также мы проводим контрольные измерения на координатной измерительной машине для оценки геометрических параметров. Автомат изучает геометрию сустава. От него дефект не скроешь. Малейшее отклонение и заготовка отправляется в брак. Если деталь отбраковывается, что с ней дальше происходит? Она сначала уходит в условный брак. После решения комиссии, решением, если её можно доработать, мы её сами дорабатываем. Если нет, то тогда заготовка возвращается поставщику. После всех этапов обработки коленному суставу предстоит пройти серьёзную проверку. Его отправляют на испытательную установку. Она имитирует ходьбу. Система позволяет испытывать коленные, тазобедренные, плечевые, локтевые суставы на ресурс порядка 5 миллионов циклов. По ГОСТу нужно, чтобы эндопротез выставил не менее 5 миллионов циклов. Что происходит на этой установке? Эфеморальный компонент трётся о медиальный вкладыш в среде бычьей сыворотки. И оператор задаёт специальную траекторию движения, схожую с имитацией движения человека. И вот порядка двух месяцев идёт только одно испытание. За стеклянной стеной 100 квадратных метров чистого помещения. Оно так и называется. Это финал производства эндопротеза коленного сустава. Операторы технического контроля дезинфицируют изделие и укладывают его в вакуумную упаковку. Здесь, получается, уже каждый коленный сустав имеет своего хозяина, который ждёт там операции? Или они потом идут по выбору уже, хирург смотрит? Мы производим 6 типоразмеров и поставляем по требованию врачей линейку этих типоразмеров. Но каждый человек разный, и врач определяет примерно, какой эндопротез, какого размера установить. Но на операции должно находиться как минимум 3 типоразмера эндопротеза. Мы активно взаимодействуем с Российской Федерацией, с Республикой Узбекистан, Казахстан, Китайской Народной Республикой. Мы производим изделия медицинского назначения для травматологии, ортопедии, кардиосостудистой хирургии. Конечно же, крупные суставы – это изделия мирового уровня, которые высоко востребованы в настоящий момент на рынке. Сустав – часть проекта. Компания-разработчик предлагает ещё и инструменты для проведения операций. Полгода назад у хирурга на столе было 4 ящика, сегодня 2. Наборы оптимизировали, а вкладыши сделали разных цветов под каждый размер. Сейчас мы оптимизировали, удобнее для медперсонала, для стерилизации. И вы видите, это порядка 50 компонентов различных, сложных в изготовлении, которые мы делаем что-то сами, что-то на аутсорсе. Я смотрю, уже прокладочка поменяла цвет. Разных цветов стало. Раньше была только белая и отличалась по толщине. Совершенно верно. Когда все одинаковые белые, то операционной медсестре, когда называют размер вставки, который необходимо померить, может возникать вопрос, она может перепутать вставку, и, соответственно, ей неудобно ее промерять. У нас девочки, они все инструменты четко знают по названиям, как надо. Мы только поворачиваемся, и они сразу выдают нам, в общем-то, тот инструмент, который необходим. Потому что пока мы поворачиваемся, пытаемся вспомнить, как оно называется, это занимает некоторое время. Сленговое, наверное? Да, конечно, есть сленговое выражение разных инструментов. Как называются эти инструменты, ему лучше не знать. Нелли вот уже более полувека живет в Минске. Приехала из Москвы и осталась. Влюбилась в белоруса. Специализированный юрист несколько лет назад ушла на пенсию. Женщина она подвижная и сидеть дома не собиралась. Однако планы изменились. Подвел коленный сустав. Года два, наверное. А последнее время так основательно просто. Просто основательно. Я уже не могла самостоятельно ходить ни в магазин, ни куда-либо на улицу. Везде сопровождал меня сын. Женщине пришлось продать дачу, но огород уже не было сил. Врачи советовали идти на операцию, иначе боль в ногах не уйдет. Ее можно только приглушить медпрепаратами. Для белорусов замена сустава бесплатна. Необходимо только записаться на очередь. Мы стали отговаривать, зачем тебе. Можно блокаду делать, и нечего себя мучить, если это операция. Конечно, ну, честно говорить, это болезненно, конечно, это больно. Сделать первый шаг к выздоровлению мешал страх оказаться на операционном столе. Да и родственники опасались за Нелли на здоровье. Помогли подруги. Одна уже поставила эндопротез коленного сустава и встала на ноги. Я когда пришла к операционному реанимацию, там такие красивые медсестры, врачи. Я обалдела. Я говорю, господи, вас что специально подбирают таких вот замечательных? Из прессы женщина узнала, что в Беларуси появился свой эндопротез. Если порошки или таблетки прописывают, я предпочитаю всегда белорусские. Вот не знаю, у меня какое-то вот чутьё, что оно для меня лучше, надёжнее. Операция по замене коленного сустава длится чуть больше часа. Зависит от сложности. При подготовке к такой операции ноги смазывают специальным раствором. Световая индикация на антисептики. Ноги путают с зелёнкой. Таким образом врачи определяют, все ли участки тела обработаны спиртом. Окончательное решение о том, оперироваться или не оперироваться, конечно, остаётся за самим пациентом. Следует понимать, что это операция, операция терминальная, после которой других вариантов лечения артроза, артрита крупного сустава уже не будет. Поэтому подходить к выполнению данной операции нужно очень осознанно, опираясь на чёткие показания и противопоказания. На столе у хирурга специальные инструменты для проведения такой операции. Есть здесь и шаблоны. Их используют для примерки сустава, подбирают размер и только потом вскрывают упаковку с нужным эндопротезом. Это всё разрисовывается при помощи специальных программ на компьютере. Планируем не только размер эндопротеза, но и модель эндопротеза. Уже на третий день пациент начинает учиться ходить с эндопротезом. Нелли Нечаева надеется, что уже через неделю отправится домой. Жизнь-то одна, хочется повеселее проживать. Гарантия на такой протез 5 лет. Испытание показывает, что он может выдержать и 10. Всё зависит от особенностей здоровья пациента и условий эксплуатации. Дальше сустав придётся снова менять. А это уже совсем другая конструкция.